МАГВАЛАРО На самом деле эфир это всего-навсего следующий слой микромира. Вот как вот эта поэзия пошла в горы. Следующий слой микромира. Слой это что-то плоское, поверхность, да, плоскость. Микромир, мир это что-то объемное. Слой микромира. Что это вот за поэтические сравнения? Не обязан следующий слой микромира соприкасаться с крылубками. Но взаимодействие следующего слоя микромира будет на других скоростях. У вас просто метание такой мозаики бессмысленное, между собой не связанное. Вы не поняли наверное основного. Вот два объекта взаимодействовать, они могут либо полями, либо скорлупками, либо поверхностями, либо полями. Вот. Видишь? Взаимодействует полями, да? Взаимодействие позволяет этому объекту висеть. И взаимодействие этому объекту позволяет, да, не падать дальше. Вот либо скорлупками поверхности, либо полями. Это наша природа. Вот третьего не дано. Если вы в силу эфирности головного мозга отказались от поля, говорите, вот нам поле не нужно, да. Да. Вы приходите к версии скорлупок. А с скорлупками проблема. Большие тела, да, они могут обладать скорлупками. А из чего состоят частицы? И как вы передаете взаимодействие? Чтобы передать вам взаимодействие на расстоянии от одного тела к другому, да, вам надо вот здесь вот куча частиц запузырить. Если они тоже без поля, то только скорлупками, маленькими частицами, орешками такими вы можете кидаться, передавать. Об этом снят фильм, это главная проблема. Вы это не можете понять. Проблема с вами, Макбаларон, в том, что вы тянетесь к знаниям. У вас вопросы возникают, некоторые мысли прям у вас такие нормальные. Но в некоторых вопросах вы просто тупите. Вам надо посмотреть, бросить это все, зайти на научный трибунал. Там вот есть вкладка, видео, вторая кнопочка, нажать ее, будет список видео. Пробегитесь до самого низа, там 600 роликов. Вот и снизу начинайте смотреть, снизу вверх. Все эти ролики, по порядку. Там все, кратко, в нескольких роликах вы все поймете, как мир устроен. И не будете вот так тупить жестко. Если бы масса фотона была равна массе пространства, то фотон перемещался бы мгновенно на любые расстояния. Уважаемый Макбаларон, нету пространства никакой массы. Вот нету. Пространство не имеет массы. Пространство не взаимодействует с материей. Вы живете в каком-то своем воображаемом несуществующем мире и бормочете нереальную картину. Ну, все, Макбаларон. Не хочу даже ваш пост до конца дочитывать. Что-то жизнь какая-то фантастическая. Кул, рок, бас, блок. В чем прав Саватеев? Кто-то должен двигать науку вперед, заниматься в том числе и многомерными пространствами, изучать теоретическую часть, относительно свернутых измерений. Это все мышление и работа мозга. Так как человек производит смыслы, то для него реальностью могут быть и высшие измерения. А это то, что сейчас трудно применимо, но это закономерно для всего нового. Это не просто применить на то, но и новое. Кроме того, до сих пор не выяснилось, что есть реальность. Представьте, вот это пишет человек, который не выяснил, что есть реальность. Это под препаратами надо быть обдолбанным, чтобы не знать, где реальность. Я знаю, я нахожусь в реальности. Всем привет из реальности. Тот, кто не в реальности, или тот, кто сомневается, что он в реальности, это только соболезнование. Нет формулы всего. Есть формула всего. Формула взаимодействия на нашем канале отдельный ролик так. Зато человеческому мышлению доступны многомерные пространства. Человеческому слабоумию доступны многомерные пространства. Вот люди, которые думают, что это разминка мозгов многомерное пространство. Вот представьте, 100% известно, что это люди просто попутались и придумали бредятину. И они настаивают, что эту бредятину надо применять хотя бы для развития мозга. Вот представьте, это все равно, что ребенку в школе сначала дать неправильную таблицу умножения, выучить для разминки мозга, а потом дать настоящую. Вот представьте, 2х2 равно 5, 3х3 равно 11, 5х5 – 48, 10х10 – 116. Вот и заставить ребенка это на полном серьезе выучить для разминки мозга. На хрена? Такую бредятину. Вот если бред, его сразу надо выбросить. Не надо заставлять ребенка это учить. А потом ребенок будет учить. Дважды 2, 4? Я же уже учил, что там другая фигня была, дважды 2. Вы ломаете мозг, вы выращиваете дебилов. Вы сами уже выращены в этой традиции, вы сами уже являетесь вот этими вот самыми. И настаиваете, что дебилизм – это единственное светлое будущее наше. Алгебра несистемных решений – это вот прям алгебра случайных, хаотичных решений. Это вот прям развитие, которое входит алгебраическая геометрия. Ой-ой-ой-ой. Артем Бурлака. А что плохого в том, что пространство в голове? Они на той нужды, чтобы абстрактно представлять свойства реальных объектов. Если вдруг окажутся полезным кому-то, даже в плане построения научной констатации, то хорошо, что же вы предлагаете. Не мыслить абстрактно или перестать использовать термин «пространство для выдумок». И то и другое больше похоже на идеологию. Нет, это разные вещи. Пространство реально. Держите модель реального пространства в своей голове. Если вы модель реального пространства в голову взяли, она у вас трехмерна будет. А если вы в своей фантазии взяли восьмимерное пространство, в котором вас перекосок контужило, и вы сами там ничего понять не можете, ни куб, ни треугольник нарисовать, ни сферу. Она у вас 148-17-мерная, поделенная на корень квадратный из минус единицы. Движется в направлении вперед и назад. То есть вы только в бред можете таким способом уйти. Единственный способ не бредить, а мыслить, это держать модель реального пространства в голове, действительного мира. И математика, согласно определению, да, по-своему, наука о количественных отношениях и пространственных формах действительного мира. То есть трехмерного действительного мира. Все. Кругер. Саватеев, конечно, мракобес, но сводить математику к действительному миру – это какая-то ерунда. Где в действительном мире геометрия Менковского, комплексные числа и дискретная математика? Нет их, но без них современного мира не существовало бы. Вот представьте, человек говорит, что современного мира не существовало бы, если бы группа дебилов не придумала дебильную геометрию и комплексные числа. Вот что бы в современном мире не существовало? Вот шарик и подшипник существовал бы в современном мире, если бы был Менковский, придумал эту бредятину тупорылую или не придумал, шарик бы существовал, шарик и подшипник, да? Колесо бы в этом мире существовало, сталы бы существовали, люди бы существовали, технические устройства бы существовали. Без этих дебилов все бы существовало. То есть вы тупите или врете, это вот несмышленная какая-то декларация. Сводить математику к действительному миру, это какая-то ерунда. Вот представьте, это вот саватеевская деятельность вот этих вот новообразологов уже дозомбировала людей до такой степени, что они вот это вот все считают естественным. Геометрия Менковского естественная, да? Что это комплексные числа. То, что вот операцию и число перепутать, это комплексное число получить, это вот они считают естественным, что это нарушение логики, бред, они вот это вот у них за милые мои. Я так понимаю, эти люди, которых устраивают вот эти вложенные пространства, многомерности, они могут жить между третьим и четвертым этажом во вложенной квартире, во многомерности. Вот третий-четвертый этаж там между ними, жух, многомерность. Там просторно, там столько вложенных пространств. Это такая практика фантастая. И вармаки. А в учебнике Жеглова это раздел математики. У Савастеева в гостях были выдающие современные математики России. Это вот ссылка на авторитеты. То есть любую абстрактную теорию, которая не вмещается в наше пространство, та, которая в нашем мире неприменима, если вот кто-то очень авторитетный придет и скажет, что это, блин, наука. Банан многообразен. Мы можем жить во вложенных пространствах. Я очень авторитетен, я вам проповедую это. Значит, надо верить. Смысл такой. Научный метод, он не подразумевает ссылку на авторитеты. Вот сколько бы авторитетных чучел за что-то не проголосовало, если это будет не истинное утверждение, оно истинным не станет. Это вот основы. Есть фильм «Научный метод» или «Апгрейд мозга». Посмотрите, пожалуйста, вы поймете, что является в научном споре аргументом, что не является. Вот ссылка на любой авторитет не является аргументом в научном споре. Алексей Раковский. Смотрю ваши видео уже лет 10. Последние месяцы каждый день новое видео смотрю, радует. Спасибо. Пришел к выводу, что эфир по Виктору – это гравитация. Вопрос. А частицы тоже состоят из поля гравитационного или там другая материя задействована? Никакой, Алексей, материи другой нет. Вот у нас только поле. И когда мы смотрим, даже на фотографии в электронный микроскоп, мы видим там шарики. Так вот шарик – это вот часть, это поле. От шарика, допустим, фотон, оттолкнулся, улетел дальше. Точно так же любая частица – это окруженная полем. И вот в рамках взаимодействия, ну, может быть, вот такая граница, да, вот этого магнита, такая граница. Это все зависит от полевого воздействия, силовой ситуации. Так мы видим частицу. Уменьшая плотность материи, среднюю плотность пространства, мы можем увеличивать частицу. Вот если мы в два раза понизим плотность, у нас значительно вырастут габариты частицы. Любой она будет вот такая, например, да, из такого размера. Спасибо. Вот человек Виктор Головнин продвигает логику обратную. Какое отношение имеет время к пространственной протяженности? Виктор, изменения происходят в пространстве, а любые изменения происходят со временем. Изменений без времени нет. Вот последовательность. Материя находится в пространстве. Пространство не влияет на материю. Материя не может влиять на пространство. То есть пространство просто дало регламент. Вот в рамках моей пространственной объемности вы можете здесь с таким количеством материи уместиться, да? В рамках материи вот как раз есть движение материи. Это процесс какое-то движение. И это движение происходит в пространстве. Материя находится в пространстве. И дальше есть поэтическое такое представление, что это все еще и во времени находится. Оно не находится во времени. Время не объемная величина. Что-то находиться во времени не может. Вот мы в пространство квартиры можем занести вот физическое тело. А в пространство времени мы не можем занести физическое тело? В мечту о времени не можем. где вот это вот место, куда разместить это тело, чтобы оно оказалось во времени. Нет такого места. В пространстве есть, вот все пространство из мест состоит. Размещай что хочешь, где хочешь, по любому направлению. А во времени вы это сделать не сможете. Вы не можете тело разместить во времени. Время – это вторичный фактор. Это сравнительная характеристика длительности протекания процессов в материальной системе, расположенной в пространстве. Сравнительная характеристика – это корова первична, сыр вторичен. Сыр вторичен, корова первична. Корова не происходит от сыра. Вот по иерархии. Сначала пространство, потом материя, потом движение материи, потом сравнение движения с какой-то другой материальной системой, расположенной в пространстве. И это мы называем сравнительной характеристикой, которая является временем. Самого физического объекта время не существует. И мы не можем, равно как в пространство, во время что-то притащить. Это ну азы. Это вам не дадали в школе. Это не ко мне, Виктор Головин. Это вам надо в школу назад. Расстояние, протяженность – это разве реальный объект? Пространство – это реальный объект? Виктор, вы либо находитесь в реальном пространстве, тогда вы реальный Виктор Головин. Либо вы находитесь не в реальном пространстве, тогда вы воображаемый Виктор Головин. Если вы воображаемый Виктор Головин, не пишите мне больше. Я не разговариваю с воображаемыми объектами. Это уже одно и то же, по тому же. Ну хватит уже, сосредотачивайтесь. Фома не верующий. Многомерное размещение данных в программной среде. Многомерное размещение данных в программной среде. Вот размещать что-то можно в пространстве. Вы можете сдеформировать вот эти представления о пространстве, сказать, что вы многомерно в рамках книги на разных страницах размещаете какие-то данные. Вот книга 158 листов, пусть это будет многомерие ваше, да, и вы там наразмещаете что-то, каждая страница это своя мерность, в рамках каждой мерности вы закачали какие-то данные. Вы можете с этим носиться, это декларировать, это объявлять, веровать в это, но в реальности эта книга будет находиться в пространстве. Книга сама трехмерна, все страницы трехмерны, все расположено в рамках трехмерности, не в многомерностях, а в рамках трех, вертикаль, горизонталь, ширина, все вперед, поперек и вверх, как угодно сформулируйте. Просто вот есть образные поэтические сравнения, которые там вам могли некорректно в процессе преподавания выдать. Есть реальность. Ни разу просто этого термина не слышал. Многомерное размещение информации в программах, там есть многоуровневое размещение. Ну, у Салатева диссертация многомерное размещение. Ну, у него тоже не в программах, у него в нашем мире. Да, это неважно в программах или в нашем мире, но это вот подмена терминов. Это стыдно, это ошибки, это некорректно. Люди в этом путаются, хотя обменят там себя какими-то учеными. Иметь не одно значение, значит не иметь ни одного значения. Если у слов нет значения, значит утрачена всякая возможность рассуждать друг с другом, а в действительности и самим собой, ибо невозможно ничего мыслить, если не мыслить что-нибудь одно. Это первый закон логики. Но. Но. Но дуракам закон не писан. Если писан, то не читан. Если читан, то не понят. Если понят, то не так. Сосредотачивайтесь, подписывайтесь на наш канал, разносите нашу информацию по интернету. С вами был Виктор Катючек, телеканал Научный Трибунал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok